Здравствуйте! Это программа интервью. Меня зовут Татьяна Потанина. И снова коронавирус. Он, конечно, никуда не уходил, но все мы очень рассчитывали, что инфекцию обуздали. Тем не менее, цифры статистики резко поползли вверх по всей стране. В Москве уже вынуждены выходные. В других регионах официально объявили, что пришла третья волна. В Красноярске тоже ситуация осложняется и в Красноярском крае. К чему нам готовиться и как обстоят дела, сегодня будем говорить с нашим гостем. У нас в студии Ирина Димко. Здравствуйте! Здравствуйте, Татьяна! Главный внештатный пульмонолог Минздрава Красноярского края. Ирина Владимировна, самый главный вопрос. К нам уже пришла третья волна. Все, она уже наступила? Да, Татьяна, к нам пришла третья волна. Она наступила, и мы это чувствуем, это видим. Судя по тому росту заболеваемости коронавирусной инфекции по количеству госпитализированных пациентов. Причем я хочу сказать, что этот рост более стремительный, чем в прошлом году, в сентябре месяце после отпусков. Если мы видели медленное нарастание, сентябрь, октябрь месяц, количество пациентов, которые болеют коронавирусной инфекцией, то мы сейчас буквально за последнюю неделю, ну, может быть, дней 10 видим значительный прирост, где-то плюс 800. Госпитализированных. Это неспитализированные? Да, только госпитализированные. В официальной статистике вот этот прирост чуть меньше, держались на отметке 96-97, сейчас перевалило за сотню, а вот в госпиталях и в поликлиниках уже очереди и прямо такой рост. Да, да. Ну, нет, это стационарные пациенты, я же вам говорю, в стационарах нашего края. Главная причина, почему, как вы считаете, что произошло? Вот тогда были отпуска, вы сказали, да? Сейчас майские праздники повлияли или все расслабились совсем? Я думаю, то и другое, потому что майские праздники, они были достаточно длительные, но и, безусловно, люди куда-то выезжали, уезжали, путешествовали, ну, и общались друг с другом. И как раз вот после майских праздников прошло 14 дней, этот первый период от начала, инкубационный период, когда коронавирус может себя еще клинически не проявлять, а потом, да, всплеск пациентов больных коронавирусной инфекцией. И мы видим тяжелые пациенты и не только 60+, есть и молодые пациенты, которые попадают в отделение интенсивной терапии и реанимации. Дополнительно сейчас наш Минздрав разворачивает койки, те, которые были заморожены, и открываем госпиталь одолечивания, то есть переводить пациентов из базовых наших госпиталей, это ВСМП, Краевая больница и 20-я больница, в госпиталя, где уже, ну, более-менее стабильное состояние пациентов, и мы можем там их наблюдать в дальнейшем. Мы помним, что происходило осенью, это, конечно, страшная была история, и очереди, и скорых, и невозможно было попасть, ну, честно, да, признаемся. Сейчас ситуация такая же сложная, то есть мы стремительно и экстренно открываем, и закрываем, может быть, какие-то отделения, чтобы ковидных больных принять? Мы дополнительно экстренно открываем отделения, в том числе отделения интенсивной терапии и реанимации. Не только госпитали одолечивания в наших ближайших районных больницах. И сегодня обсуждался вопрос о том, что на этой неделе еще будут открыты госпитали одолечивания в онкориспансерии, в 4-й больнице, и, наверное, на следующей неделе в глазном центре и 7-й больнице. То есть мы передохнули буквально несколько месяцев, и снова возвращаемся к этой истории. Ну, и, как вы правильно отметили, что действительно люди расслабились, это отсутствие масочного режима, без масок находятся и в общественном транспорте, без масок бывают и в магазинах. Поэтому, конечно, я считаю, что более строгий должен быть режим. Две волны мы уже пережили, столько людей переболело, вакцинация сейчас идет, и все-таки не смогли мы избежать и не избежим этой третьей волны. Почему все-таки все накатывает и накатывает? Все мы надеялись на популяционный иммунитет, который будет выработан, и в связи, конечно, с вакцинацией. Я только за вакцинацию, необходимо вакцинироваться обязательно, и это профилактика действительно. Другое дело, что вирус мутирует, и мутирует очень сильно, и мы видим даже клинически разные проявления, те, которые были в первую волну, а в вторую волну и сейчас. А клинически я имею в виду проявления заболевания. Какие вот сейчас особенности? Ну, если цитокиновый шторм, тот, который мы боимся у наших пациентов, это быстрое нарастание дыхательной недостаточности в связи с тем, что иммунная система борется с коронавирусом. Но дело в том, что сейчас, да, это нарастает действительно быстро, это в течение нескольких часов может развиваться. Помимо снижения уровня тромбоцитов, сейчас мы видим полное угнетение вообще всех трёх ростков крови. То есть это и тромбоцитопения, это и лейкопения, и ретропения. То есть он действует на костный мозг. Вот я слышала как раз, что сейчас в третью волну пациенты достаточно тяжёлые, и стремительное такое развитие, и очень много, скажем, летальных случаев. Конечно, статистики не отражаются, но, тем не менее, человек может угаснуть, вот прям, как вы сказали, за несколько дней. Совершенно верно. Это как раз об этом сейчас вы говорите. Это сейчас об этом речь. Но хочу сказать, что в первую волну было меньше пациентов в отделениях интенсивной терапии и реанимации, нежели во вторую. Вот сейчас в цифровом эквиваленте мы где-то приблизительно на 11 октября прошлого года выходим, когда отмечался рост. Но я ещё раз подчёркиваю, что у нас он очень быстро идёт, рост заболеваемости. И в отделениях интенсивной терапии и реанимации у нас действительно достаточно большое количество людей, людей, которые находятся на неинвазивной вентиляции лёгких, и в том числе на инвазивной. А врачам не становится легче бороться с этой инфекцией? Ведь уже есть опыт большой, и препараты есть, и уже и плазмами, и чем только не лечат. Не становится легче врачам? Вы знаете, Татьяна, самое главное, что мы не имеем доказательной базы по противовирусным препаратам. Те препараты противовирусные, которые есть, они входят в схему лечения. Если бы было так, всё просто и понятно. Но рекомендации временные по лечению коронавирусной инфекции у нас уже сейчас 11-я версия. Вот за полтора года 11-я версия. Потому что что-то убрали, что-то сейчас новое появилось. Нет тех препаратов тяжёлых, которые мы лечили в 4-е, в 5-е, не входили рекомендации в 6-е. Сейчас их нет. Но появились противовирусные препараты, к сожалению, мы не видим их большой эффективности пока. Но тем не менее, безусловно, мы их назначаем. Был разговор во вторую волну, когда не хватало рабочих рук, как говорится, да, медиков. Сейчас в этом вопросе какая ситуация? Набираете ещё там, я не знаю, что-то. Но, к сожалению, эта проблема остаётся актуальной. Остаётся актуальной, потому что, безусловно, терапевтов, я уже не говорю о пульмонологах, на всех пациентов не хватает. Поэтому совершенно не случайно мы проводим видеоселекторы ежедневно. Мы не прекращали ни разу за весь период пандемии, начиная с 6 апреля, уже более 300. Сейчас не помню сегодня, в какой по счёту у нас был ВКС проведён. Он с краем, где мы консультируем всех пациентов тяжёлых, которые находятся в отделении интенсивной терапии реанимации. Монетарирует эту ситуацию, ну, чисто официальную статистику, Егор Евгеньевич. А я и главный реаниматолог Алексей Иванович Грицан, мы с ним вдвоём консультируем этих пациентов. Бывали дни, когда во вторую волну и по 4, и по 5 часов шли эти консилиумы, потому что там до 80 человек обсуждались пациенты. Такое количество было большое, которых нуждались в нашей консультации. Сейчас их меньше. Вот если сегодня за сутки у нас было 114 обращений только в краевую клиническую больницу. 114. Это уже на госпитализацию? Обращение в приёмный покой, скорая помощь приводила. Да, ну и 39 из них госпитализированы. Дополнительно открыты ещё 3 отделения, сейчас 6 отделений пульмонологии в нашем инфекционном госпитале. А было? Было 3. Это вот за несколько... Ну, за неделю. За неделю открыли, 3 отделения? Да, 3 отделения открыли. И дополнительно места в отделении интенсивной терапии реанимации. Госпитализированных пациентов сейчас у нас на сегодняшний момент больше 2 тысяч. В крае больше 2 тысяч. В краевой клинической больнице у нас сейчас где-то более 200 человек, вот буквально. Видимо, будет опять обсуждаться вопрос о... Достаточно опять много появилось беременных, которые болеют коронавирусной инфекцией. Открывать специальное отделение. Отдельный дом первый, который у нас работал, вот как инфекционный тоже для беременных женщин. А кроме Красноярска, еще в каких, может быть, территориях края, в достаточно сложной ситуации, приходится дополнительные, может быть, какие-то силы туда отправлять? Помимо Красноярска, города Красноярска, где наши базовые госпитали, они заполнены и переполнены. И вот сейчас дополнительно разворачиваем койки. Это у нас Ачинск. Там еще одно отделение открылось, которое закрывалось. Ну, замораживалось, скажем так, сейчас. Это в Ачинске. Достаточно большое количество пациентов у нас сохранялось. Остается и в Минусинске. Оно было и остается. Это наши межрайонные центры. Лесосибирск, это Каннск, Минусинск. Ну, Норильске как-то так поменьше. Все изначально думали, поставлю приливку, я в безопасности. Сейчас люди болеют и вакцинированные. Это какой-то тревожный сигнал или для врачей это ожидаемая история? Ну, понимаете, это ожидаемая на самом деле история, потому что вакцинироваться, да, надо, я еще раз подчеркиваю, обязательно надо. Но это не значит, что мы полностью защищены от коронавируса. Это не панацея. Это не панацея. Другое дело, что даже человек вакцинированный может заболеть коронавирусной инфекцией. Но все-таки он переболеет в более легкой форме, чем не вакцинированный. Но на вашей практике сейчас поступают такие? Поступают. Есть. Особенно пациенты после первой дозы, введения первого компонента. Это не факт, что тут как-то спровоцировала вакцина. Нет, конечно, нет. Потому что это не живая вакцина, вакцинируется. Поэтому она не может способствовать возникновению коронавирусной инфекции. А просто в этот период времени человек с кем-то проконтактировал уже. Но во многих регионах, в некоторых регионах сейчас перешли на жесткие меры. И вот в Москве перешли мы на вынужденные выходные. Где-то тоже ужесточают. Как вы, как медицинское сообщество, что рекомендуете сейчас делать, чтобы всем хватило медицинской помощи, если она понадобится, ну и как-то приостановить эту волну? Ну, со своей стороны, то есть мы, медицинские работники, все делаем для наших пациентов, для того, чтобы помочь им. И я хочу сказать, что нет у нас дефицита рекордственных препаратов. То есть всех пациентов лечим согласно клиническим рекомендациям, временным по лечению коронавирусной инфекции, которая есть. Но я бы хотела обратиться к телезрителям. Начнете с себя. Потому что вот это вот ношение без масок, либо ношение масок где-то под подбородком, ни о чем совершенно. Или маску достанет из кармана, который, может быть, он три дня уже ее носил, страшно на нее смотреть, и надевает, если заходит в магазин. Два часа максимум маска может защитить, не более двух часов. Вот это очень важные моменты, которые должны жители Красноярска все понимать и знать. И не бывает в местах скопления людей, то, что мы сейчас видим, когда гуляют с детьми и без масок, там обнимаются, целуются со знакомыми и так далее. Это же элементарное нарушение правил гигиены. Но если это пойдет по сценарию осеннему второй волны, то это будет рост. И вот как его остановить? Остановить только с теми мерами, о которых я сказала. Спасибо вам большое за то, что пришли к нам в студию. Все очень подробно объяснили. Напугали. Мне кажется, это полезно на самом деле, чтобы люди знали, что грозит, и что коронавирус от нас никуда не делся. Спасибо, Татьяна. У меня не было желания, конечно, напугать, но просто, чтобы была настороженность у людей, это очень важно. Спасибо большое. Я напомню, что сегодня мы говорили о ситуации с коронавирусом в Красноярском крае. В гостях у нас была Ирина Димко. Это главный нештатный пульмонолог Минздрава Красноярского края. Будьте здоровы, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин